Привет! Это четвертый день марафона горы Армении акварелью. Сегодня мы будем рисовать гору Тимац. Эта гора находится в Идживанском районе. Вид с нее просто потрясающий. В ютубе есть записи с дронов, с этого места. Я не стала вставлять их в ролик, чтобы не нарушать авторские права. Но их точно стоит посмотреть перед тем, как начать рисовать, чтобы немножко вдохновиться. Сегодня я опять буду рисовать по смочному с двух сторон листу. И буду делать это в максимально свободной и импровизационной манере. Я буду ориентироваться на то, как течет краска. У меня есть небольшая задумка скал наподобие тех, которые вы видели на фотографии. Но я буду больше ориентироваться на движение краски. Мне хочется, чтобы эта акварель сохранила как можно больше свободы. Итак, я смочила лист. И сейчас салфеткой я довольно так с усилием промакиваю места, где у меня предполагаются скалы. Теперь я беру большую объемную кисть круглую, которая набирает много воды. И беру много воды, много краски. И начинаю наклонять лист. И практически не рисую, а даю краске потечь. Оставить какие-то следы за собой. Наблюдаю за тем, как она растекается. Немножко варьирую наклон. Давая либо больше усилия, либо меньше. Ну и для того, чтобы краска сильнее текла, можно добавлять больше воды. Но не забывайте тоже следить за яркостью пигмента. И так буквально в пару мазков у меня готово небо. Даже не мазков, а в пару движений. И точно так же я сделаю зеленую часть за скалами. Я намешиваю желтый с берлинской лазурью. У меня желтый и органзин. Желтый, он довольно яркий, насыщенный. Он еще за счет своей активности может распадаться. То есть в большом количестве воды он довольно активно двигается. И он будет кое-где немножко вылезать вперед. Это даст тоже дополнительный эффект перехода цвета. Повторяю ту же самую историю. То есть я предполагаю, что у меня там такие как бы холмики под вот этой всей историей. И начинаю добавлять зеленоватый оттенок. Так как я промокнула часть, которая у меня была отведена под скалы, краска туда не затекает, она ее обтекает. То есть ей не хватает мощности для того, чтобы туда затечь. Но для этого нужно прям хорошо промокнуть, чтобы у вас лишнего ничего там не было. И вот такой у меня уже быстренько получился фон. И теперь постепенно я буду набирать цвет скалы. Я буду использовать теплые оттенки такого красно-коричневого. И где-то такие ультрамарин серый в теневой части. То есть по левой части идут тени. В них я добавляю синеватый цвет. И более теплый по правым частям. Я работаю такими протирающими движениями, почти сухой кистью. То есть если у нас в небе было прям избыток воды в небе в фоне, то здесь я постепенно набираю цвет, добавляя такие сухие мазки, чтобы осталась текстура скал. У меня даже кисть, она видно так сплющена немножко лохматая. Я такими мокрыми мазками, скажем так, варьирую тоже оттенки. Делаю их где-то более темными, где-то чуть больше оранжеватого или желтоватого добавляю в зелень. И постепенно, постепенно двигаюсь по работе, добавляя новые текстуры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Двигаясь дальше по работе, я все больше и больше усложняюсь. Стараюсь выделить какие-то отдельные скалы через цвет, через работу с тоном, где-то затемняю, при этом стараюсь все-таки светлые части сохранить, чтобы был немножко такой блеск. Добавляю темные тени на кустики, чтобы они тоже отделились и были более объемные. Здесь прям вот такими брызгами работаю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Присылайте свои работы в Телеграм и Инстаграм. Все ссылки есть в описании под видео. Оставляйте ваши комментарии, делитесь с друзьями. До встречи. Пока!